Мастер-класс для студентов 20 транспортных вузов России провели звезды эстрады, кино и журналистики. Встреча прошла в рамках фестиваля TranspArt 2011, который Центральный дом детей-железнодорожников проводит совместно с Минтрансом России. О чем говорит и думает будущее России, выяснил наш корреспондент Кирилл Труфанов. Как справиться с волнением во время выступления и выработать свой стиль? Сколько времени необходимо на создание сценического образа? Эти и другие вопросы задавали студенты популярным и заслуженным артистам. Среди них юмористка Клара Новикова и режиссер Александр Бурдонский, публицист Леонид Млечин. Несмотря на то, что в зале собрались учащиеся в основном технических специальностей, в их жизни тоже есть место творчеству. Без творчества в жизни нет ничего. А тем более люди, которые... Вы знаете, я же так часто летаю, езжу самолетами, летаю, езжу поездами, машинами, поэтому я часто сталкиваюсь с людьми. Среди них столько интересного народа и народа творческого. Советы опытных артистов ребята смогут применить уже на галоконцерте фестиваля «Транспарт-2011», который пройдет в Центральном доме культуры железнодорожников. Студенты продемонстрируют свои номера, танцы, песни и театральные постановки. Диапазон выступлений весьма широк. Например, ростовские железнодорожники собираются исполнить народные песни. Занимаюсь творчеством у меня с пяти лет, училась в музыкальной школе, поэтому заканчивала музыкальный колледж, поступила в железнодорожный вуз. Там у нас коллектив «Жемчужина Дона», он уже у нас существует 15 лет. Народное пение. Поем, танцуем, очень занимаюсь этим, люблю. Параллельно с мастер-классом в Центральном доме детей железнодорожников прошло собрание руководителей транспортных вузов и представителей Министерства транспорта. Участники встречи обсудили вопросы не только профессионального обучения, но и творческого развития студентов. А подобные фестивали как раз играют немаловажную роль в процессе духовного воспитания молодежи. Редактор субтитров А.Семкин